МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 50-летний житель села Коряки, напавший с ножом на полицейского, предстанет перед судом на Камчатке. По версии следствия, в начале августа текущего года сотрудники полиции выехали по месту жительства подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении женщины. Прибыв к дому, правоохранители потребовали от него открыть дверь, а после игнорирования их законных требований проникли в жилище через окно. Мужчина с ножом в руках стал оказывать сопротивление, угрожал полицейским, а затем попытался нанести одному из них удары в жизненно важные органы. Однако полицейский смог от них увернуться, получив резанное ранение руки. Действия злоумышленника пресечены другим правоохранителем, после чего он обезоружен и задержан. После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Елизовский районный суд. Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 10 лет. В отношении мужчины также рассматривают уголовное дело по обвинению в изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой, в отношении 34-летней женщины-водителя. Сейчас мужчина содержится под стражей. Вымогал деньги у коммерсанта за использование труда осужденных. Начальника исправительного центра на Камчатке подозревают в получении взятки. Следователи возбудили уголовное дело. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый, являясь начальником подразделения исправительной колонии номер 5, ответственным за организацию трудоустройства осужденных, в 2020 году от имени учреждения заключил договор со строительной компанией по подбору и привлечению к оплачиваемому труду в качестве подсобных рабочих, осужденных принудительным работам. В дальнейшем, осознавая, что одностороннее прекращение договорных отношений с фирмой может повлечь существенный вред законным интересам юридического лица в виде неисполнения обязательств перед третьими лицами, выдвинул директору компании незаконное требование о передаче ему взятки в крупном размере за продолжение выполнения ранее взятых договорных обязательств. Мужчина получил от директора фирмы 270 тысяч рублей в качестве взятки. Однако после этого его задержали сотрудники ОФСБ России по Камчатскому краю. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Три года в колонии общего режима заработал 39-летний житель Петропавловска, который в пьяном виде сбил пешехода насмерть. Это случилось в феврале на улице Днепровской в краевой столице. В ходе судебного следствия установлено, что вечером 19 февраля текущего года подсудимый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превысил максимально допустимую скорость, неверно оценил дорожную обстановку, не учел ограничений видимости и, имея объективную возможность своевременно предотвратить столкновение, совершил наезд на пешехода, движущегося по проезжей части на улице Днепровской, краевой столицы. От множественных телесных повреждений 24-летний мужчина скончался на месте происшествия. У родителей он был единственным ребенком. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что водитель был пьян. Фигурант уголовного дела на предварительном следствии вину не признавал. Пояснял, что вследствие дорожных и погодных условий не мог предотвратить ДТП. Также ставил под сомнение точность приборов, определяющих опьянение, отрицая, что был пьян. Однако в суде под тяжестью доказательств вину признал частично. Судом мужчина признан виновным в совершении тяжкого преступления в сфере безопасности дорожного движения. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года восемь месяцев после отбытия основного наказания. Приговор суда в законную силу еще не вступил. Засунул руку между секциями чугунной батареи и не смог ее вытащить. Четырехлетнему ребенку из Петропавловска понадобилась помощь комчатских спасателей. Как сообщили в МЧС, вечером 16 ноября на пульт диспетчера службы 112 поступил тревожный звонок от мамы мальчика. Она не смогла освободить малыша сама, поэтому решила обратиться за помощью. На место вызова выдвинулись спасатели. Оценив обстановку, они приступили к освобождению малыша. Ребенок был напуган. Буквально за несколько минут его высвободили из ловушки, аккуратно подняв руку к верхней части батареи. В течение всего времени спасатели разговаривали с ребенком, успокаивая его. Операция завершилась успешно, малыш не пострадал. В награду за мужество мальчик получил от спасателей игрушку-антистресс. Неравнодушие и своевременная помощь спасли жизнь Камчатцу. В полицию обратился житель Петропавловска и сообщил, что его знакомый, который живет один и страдает хроническим заболеванием, уже два дня не выходит на связь. На место вместе с обеспокоенным заявителем отправился участковый Игорь Кадиров. Он позвонил в квартиру, но дверь никто не открыл. На что я принял быстро оперативное решение по поводу того, что необходимо скрыть дверь с разрешения родственников, который находится за пределами Камчатского края. Мы прошли в данную квартиру и обнаружили, что человек находится в лежачем положении, стал захлебываться существами. На что было принято решение вызвать скорую медицинскую помощь, которая приехала, оказала всю необходимую медицинскую помощь за считанные минуты и его госпитализировать в больницу для прохождения дальнейшего лечения. Тем самым человеку удалось спасти и всё завершилось благополучно. Как выяснилось, у мужчины случился инсульт. Врачи отметили, что через пару часов они уже ничем не смогли бы ему помочь. Руководство ОМВД России по Камчатскому краю рассматривает возможность о поощрении капитана полиции Игоря Кадирова. Почти 1300 бездомных собак поймали на улицах Краевого центра с начала года. В прежнюю среду обитания выпустили 913 особей. В Петропавловске продолжается работа по отлову животных без владельцев. Она проводится ежедневно по заявкам горожан. Как сообщили в мэрии, все поступившие заявления отправляют на исполнение подрядчику. После отлова животных передают в приют на карантин. Собаки проходят стерилизацию, вакцинацию, затем их выпускают в прежнюю среду обитания на основании ветеринарного осмотра. Горожан призывают ответственно подходить к содержанию домашних животных. Решение взять собаку должно быть продуманным и взвешенным. Животные, которых выбрасывают на улицы, нестерильные и не кастрированные, что приводит к их бесконтрольному размножению и, как следствие, переизбытку особей. Тоже относятся к собакам на самовыгуле. Животные должны выгуливаться обязательно на поводке, в наморднике и в присутствии хозяина. Добавим, что при обнаружении на территории города агрессивных безнадзорных животных необходимо звонить в ЕДДС по телефону 303-111. Заявки принимают круглосуточно. Также в городе совместно с волонтерскими и зоозащитными организациями реализуется проект «Верное сердце», главная цель которого – найти собакам из муниципального приюта, дом и хозяина. Так, с начала этого года 262 собаки из приюта в Петропавловске уже пристроены в добрые руки. 65 животных без владельцев сейчас находятся в приюте. Неравнодушные жители могут изменить судьбу бездомных собак, взяв их на содержание. Животные разные и по внешнему виду, и характеру. Как отмечают в мэрии, собаки готовы к новой жизни. Они прошли санитарные и ветеринарные процедуры, а также стерилизацию. Муниципальный приют находится в Петропавловске по направлению к микрорайону Тундровой, напротив городской свалки номер один. Время посещения – понедельник, среда, пятница, воскресенье с 10 утра до 7 часов вечера. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюс смотрите. К отделке фасада готовятся на стройке главной больницы Камчатки. Новые газомоторные автобусы вышли на маршруты Петропавловска. Первый этап аттестации гидов стартовал на полуострове. Об этих и других событиях узнаете далее. Флаг ВМФ подняли на морском тральчике Петр Ильичев. Торжественное мероприятие, посвященное включению корабля в состав военно-морского флота, прошло на морском причале в Петропавловске. Петр Ильичев – корабль противоминной обороны, предназначенный для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Его особенность – это уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, который делает корабль незаметным для морских мин, реагирующих на магнитное поле. Глава края Владимир Солодов поздравил вице-адмирала, личный состав корабля и всех присутствующих с историческим днём, который важен не только для вооружённых сил. Мы на Камчатке все гордимся тем, что такие совершенные корабли приходят к нам, усиливают наши вооружённые силы, усиливают Тихоокеанский флот. А это значит, что Россия будет и впредь оставаться сильной, непобедимой морской державой, а Камчатка будет форпостом страны на северо-востоке, надёжно охраняющим наши рубежи. Я хочу пожелать вам хорошей службы и выполнения всех поставленных учебных и боевых задач. Мы видим, что вооружённые силы Российской Федерации, флот, укрепляются с точки зрения совершенства оснащения, оборудования, возможностей сил и средств. Но главное оружие нашего флота – это, конечно, люди. Вы, те, кто несёте непростую службу, именно вы обеспечиваете соблюдение интересов нашей державы и охрану её суверенитета. Командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что с приёмом таких кораблей, как морской тральщик Пётр Ильичёв, военный потенциал объединённого командования войск и сил на северо-востоке страны в вопросах противоминной защиты возрастёт в разы. «Уважаемые товарищи офицеры, мичманы, старшины и матросы, я надеюсь, что в кратчайшие сроки вы отработаете весь курс боёв-подготовки, ведёте корабль в состав сил постоянной готовности и с честью и достоинством будете нести Андреевский флаг на просторах не только Тихого океана, но и мирового». Заместитель председателя Краевого Заксобрания Дмитрий Коростылёв от имени депутатов также поздравил всех с включением Петра Ильичёва в состав военно-морского флота. «Символично, что тральщик, который сегодня заступает на службу, носит славное имя нашего камчатского моряка-краснофлотца, героя Советского Союза Петра Ильичёва. Его бессмертный подвиг был совершён в бою на Курильском острове Шумшу. И мы убеждены, без всякого сомнения, что экипаж будет достойно нести его имя. Сегодня мы присутствуем на историческом, важнейшем для нашей страны событии. С сегодняшнего дня Пётр Ильичёв в боевом строю. Поздравляю всех нас и особенный экипаж с этим знаменательным событием. Уверены, что тральщик станет достойным продолжателем боевых традиций военно-морского флота России, гарантом мира и спокойствия в наших водах». Добавим, тральщик заложили на Средненевском судостроительном заводе в июле 2018 года. Спустили на воду в апреле 2021. Ходовые испытания начались в декабре 2021 года. В июле 2022 года Пётр Ильичёв отправился из Петербурга в Петропавловск. Переходный период на универсальное пособие установят для семей с низкими доходами на Камчатке. Они смогут сохранить прежний способ начисления выплат. Этот период, по мнению краевых властей, нужен для плавного перехода от существующих выплат к универсальному пособию. «Учитывая, что все-таки будут граждане, которых эти изменения коснутся, установлен так называемый переходный период. Поэтому все те выплаты, которые назначены сегодня семьям с детьми, либо если ребенок родится вплоть до 31 декабря текущего года, эти семьи имеют право принять для себя решение, остаются ли они на выплатах, которые им назначены по ныне действующим правилам, либо они решат перейти на универсальное пособие. И даже при этом, если семья подаст на универсальное пособие и выяснится, что там, допустим, назначение меньше или не будет назначено в силу несоответствия установленным критериям, семья будет продолжать получать выплату вплоть до завершения срока, на который она была назначена». Для большинства семей при переходе на универсальное пособие выплата увеличится и сможет доходить до 100% от прожиточного минимума в зависимости от доходов конкретной семьи. Один из родителей ребенка сможет подать заявление на получение универсального пособия до окончания назначения предыдущего пособия для того, чтобы увеличить его. В случае назначения новой меры поддержки, выплата пособия, назначаемого по старым правилам, прекращается. Если в назначении универсального пособия отказано, то пособие на ребенка будет выплачиваться до окончания периода его назначения. Как сообщили ранее, универсальное пособие для семей с низкими доходами объединит семь действующих выплат. Добавим, в рамках исполнения поручения президента России с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие. Это единое пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Новые газомоторные автобусы вышли на маршруты Петропавловска. Пять единиц общественного транспорта приобрело муниципальное предприятие «Автопарк». Губернатор края Владимир Солодов посетил его и осмотрел новые автобусы, комфортные, вместительные и адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот он опускает с автобусом. Колени. И тут получается опуливает. А этим кто занимается? Вот это открывает кто? Здесь, если честно, я думаю, что в большей части, конечно, должно заниматься человек, который сопровождает. Потому что в любителе, как под требованием безопасности, нельзя покидать место. Посмотрели новые автобусы. Они производятся у нас, в России, по технологии совместной с Белоруссией. Отдельные элементы в Китае изготавливаются, в частности, элементы двигателя. Важно подчеркнуть, что они работают на газовом топливе. Оно позволяет сократить расходы на один час эксплуатации почти в три раза, более чем в два раза. За счет того, что газ гораздо более экономичный вид топлива. Показывают себя надежными в эксплуатации, как сказали сами сотрудники автостанции предыдущего поколения. Лотусов, это фирма, которая производит, даже надежнее, чем корейские автобусы, которые закупались. Продолжим программу обновления автобусного парка. Но и самое главное, мы продолжим развитие сети автобусных перевозок, потому что это одна из острых проблем, которые волнуют наших граждан. Здесь это вопрос и регулярности, и вместимости, и подбора оптимального автобусного парка под пассажиропоток, ну и отслеживания качества и комфорта обслуживания. Автобусы большого класса «Лотус» пришли на замену устаревшим моделям иностранного производства. В автопарке отмечают, что они намного функциональнее своих предшественников. Пассажировместительность каждого автобуса – 93 человека. За счет того, что производитель установил 8 обогревателей вместо 4 – 6 обычных, автобусы стали гораздо теплее. Особенностью является и то, что они на пневматической подвеске. Транспорт движется достаточно мягко и плавно. Автобусы оборудованы видеонаблюдением. Водителям предоставлен полный обзор дверей, в которые заходят и выходят пассажиры. Внутри салона есть вся необходимая информация о перевозчике, а места для отдельных категорий пассажиров оборудованы ремнями безопасности. В автобусах также есть USB-разъемы для подключения ноутбуков, зарядки телефонов и прочего. К отделке фасада готовятся настройки главной больницы Камчатки. Также на объекте проводят работы по строительству надземных переходов между палатным и лечебным корпусами. Ведется внутренняя отделка и работы по инженерным коммуникациям. До конца года обещают полностью закрыть тепловой контур, продолжить отделку, а также начать устанавливать фасадные панели. Строители выставили леса для возможности обустройства фасада. Добавим по проекту, новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории – более 40 гектаров. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом планируют ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений. На втором этапе строительства возведут еще четыре больничных корпуса. Аттестация гидов стартовала на Камчатке. Сейчас проводят ее первый этап. Всего в ноябре планируют пойти аттестацию 55 человек. С первого сентября этого года все субъекты Российской Федерации приступили к проведению процедуры обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Соответственно, на первом этапе это была подача документов и их рассмотрение. Сейчас уже мы переходим ко второму этапу. Второй этап – это практическая часть аттестации, которая состоит из двух, так сказать, подэтапов. Первый подэтап – это письменное тестирование. У нас предусмотрено два формата тестирования. Это формат онлайн при помощи нашего туристического портала visitkamchatka.ru либо очная сдача данного экзамена. Тестовая часть содержит 30 вопросов об истории, культуре, этнографии и методологии ведения экскурсий. Время прохождения для тестирования дается 2 часа испытуемым. И результат тестирования, он будет признан удовлетворительным при прохождении 23 вопросов из 30 всего заданий. И уже на следующей неделе мы приступим ко второму подэтапу. Это устная сдача экзамена по двум вопросам – о природном, либо историческом, культурном, также этнографическом объекте туристского показа, по которому нужно будет представить комиссии часть экскурсии. Соискатели, имеющие подтвержденный стаж работы в качестве гида более трех лет, тестирование не выполняют, а сразу переходят к сдаче практического экзамена. Добавим, на территории всей страны начала действовать обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков, которую необходимо пройти до 1 июля 2023 года. Кировская выставка продажа шуб проходит в торговом центре «Шамса» на 10-м километре, второй этаж. Меховой дом «Снежная зима» представляет более тысячи новых моделей шуб нового зимнего сезона. Шикарные изделия из норки, куницы, мутона. Если вы хотите купить шубу или полушуба, который подчеркивал бы достоинство фигуры, шикарно и стильно выглядел, то вам нужно посетить салон «Снежная зима» в торговом центре «Шамса» на 10-м километре. Здесь представлены одни из лучших моделей. На Кировской выставке продажи вы обязательно найдете шубу мечты, которая не только согреет вас в зимней холода, но и позволит чувствовать себя настоящей королевой. Гармония цветовой гаммы и великолепное исполнение делают все модели современными и стильными. Гибкая система скидок, рассрочка без переплат и первоначального взноса делают нас еще ближе к такой покупке. Шубу забирайте сразу, деньги потом. Тем более цены фабричные. Вас приятно удивят не только цены, но и высокое качество. Большинство шуб отшивается в городе Киров на собственном производстве. Также есть модели и из других городов России. Главное – все изделия высокого качества. Отличная новость! Шубу мечты можно приобрести еще дешевле. Если у вас есть меховое изделие, которое по каким-то причинам вы не носите, оно вам не нравится или просто уже вышло из моды, смело отдавайте вашу старую шубу продавцам-консультантам салона «Снежная зима» на оценку. Именно та оценочная стоимость вашей прежней верхней одежды станет скидкой на новое изделие. Да-да, именно так ваша старая шуба сможет сэкономить ваш бюджет при покупке новой. Меховые модели имеют неповторимый стиль и утонченность. Мех норки великолепен, блестящий, необыкновенно нежный, шелуковистый. Обновление коллекции происходит каждую неделю. Можно приходить не один раз и наслаждаться непревзойденной красотой меховых изделий от дома «Снежная зима». Здесь же вы можете дополнить свой образ аксессуарами, варежками, перчатками, шапками. Зима не за горами, пора обновлять гардероб. Не пропустите выставку-продажу кировских шуб от мехового дома «Снежная зима». Сдавайте старую шубу и получайте скидку на новую. Меховой дом «Снежная зима». Торговый центр Шамса на 10-м километре, второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин